Всем привет или доброе утро! У нас сегодня понедельник, 22 число, и я проснулась в отличном настроении, отправила сыночка в школу. Вот, время у нас уже полдевятого, я вообще, по идее, хотела прилечь и дальше поспать, но у меня, в общем-то, не вышло, не получилось, что-то как-то, не знаю, сон прошёл, разбила себе сон, так что как-то так. Так, муж у меня тоже ушёл, уже на работу, мне надо идти в ванну, умываться, в общем, собираться потихонечку. Идём мы сегодня с Алиной на приём, надеюсь, нас выпишут, а может быть и нет, но так-то она вроде выздоровела, не знаю, посмотрим. Если что, то мы завтра уже идём в садик, вот. А ещё у меня такая, знаете, не знаю, как сказать, но, в общем, на душе такое, как бы, счастье, радость. Муж мне вчера подарил три розочки, и я очень-очень рада. Знаете, как бы, без повода, просто так, и это для меня просто счастье. Мне так приятно, потому что у нас как-то принято с ним друг другу, в принципе, не дарить ни подарки, ни цветы, потому что мы как бы живём с родителями, и тут как-то всё заморочено, и мы как-то не сами под собой, чтобы друг другу делать какие-то сюрпризы, хочется что-то и в тайне, да, там сделать, но не всегда удаётся. И поэтому вот для меня это было просто какое-то, типа, счастье, шок. Вообще, по сути, почему Ваня, думаю, мне сделал приятно, потому что мы с ним, я не знаю, повздорили, поругались, или как можно сказать. Ну, что-то в этом роде у нас не произошло. И, в общем, мы помирились. Он сказал, прости меня, подарил мне вот три розочки, и я так рада. Сейчас я вам обязательно покажу их. Вот. И, блин, не знаю, это так приятно, когда тебе дарит муж цветы, которые ты вообще просто не ждёшь, не ожидаешь. И при примирении ты даже не рассчитываешь, что он там тебе подарит какие-то цветы, сделать тебе какое-то приятное. Главное просто помириться, а тут как бы цветочки. Ну, в общем, я не знаю, я просто счастлива от вот таких вот мелочей. Мелочь, а так приятно. И, блин, мне кажется, я заслужила это, потому что, ну... Это доставило мне столько радости даже на следующий день. И знаю, что у нас сейчас у нас всё хорошо, идеально. Блин, ну, я не знаю. Эмоции просто переполняют. У меня отличное настроение. Хотя мне сегодня в ночь. Мне на работу. Неохота, конечно, идти. Но надо. Так что вот, сейчас покажу вам цветочки. Шторы у нас закрыты. За окном ярко светит солнышко. И вот, смотрите, ваза. Тут такая... Я вчера поставила. Это ваза моей мамы. Она у нас обычно стоит на первом этаже. В общем, вот сейчас открою шторки и шторы. И покажу вам красоту. Тюль тоже убрала. Вот. Не знаю, видно ли, нет. Такие розочки. И вот, кстати, они уже гибнут. Вон там лепесточек падает. Вот видите. Или распускаются, или что. В общем. Может, не надо их на окно ставить. На свет, так сказать. Может, стоит убрать. Не знаю. У нас такой тут бардачок. Не знаю. Сейчас пока на пол вот так поставлю. Просто вам показать. Видите? Ой, жалко розочку уже какая-то. Ну, отпадет. Вот она, эта красота. Я очень счастлива. Вообще, просто приятные эмоции переполняет. Подарил три розочки. И это счастье. Много ли нам надо, да? Любимый мужчина, любимый муж сделал. Приятно. И ты счастлив. Счастлива. Ну что, решила вот сюда поставить. Думаю, неплохо так смотрится. Пойдет. Конечно, вазу хочется другую. Ну, у меня, в принципе, одна ваза такая, знаете, как сосуд какой-то есть. Я думаю, это поприличнее. Потом какую-нибудь себе вазу прикуплю, чтобы была. Ой, вот. Ну, эти лепесточки отпадут сегодня, наверное, завтра. Ну, в общем, классно. Я довольно счастлива. Уже тысячу раз вам об этом сказала. И ты кто у нас тут просыпается? Наша принцесса просыпается. Доброе утро, Алиночка. Вставай, вставай, крошка. Да еще поспать. И сенок хочет спать. Пузякин такой, пузякин. Ой, отвернулась такая коза Ивановна. Да? Давай маму укрой. Не надо. Не надо? Побра Жулин. Глазки-то открывай. Не хочешь? Доча глазки открыла? Скажи всем привет. Доброе утро. Да? Потягушки, потягушки, порастушки. Глазки, потягули. Да, порастули? В больничку пойдем? Пойдем в больничку. Пойдем в больничку. Сколько маме в больничку ходить? Сколько, сколько, мы еще только один раз были. Пойдем, чтобы нас выписали. И в садик завтра пойдем. Хочешь в садик? В садик ходи. Не хочешь? Почему, там же твои ребятки ждут тебя. садик ходит. Ну же идем, да, дочь? Да. Идем в больничку. В общем, вот. Пошком идем, в общем. Ну, Паши. Пойдем скорее, мама. Пойдем скорее. Покажи, как ты бегаешь. побежали побежали молодец я иду за тобой эти иди скорей всем привет сегодня 24 число 24 у нас марта в общем продолжаю свой влог сегодня у меня тоже отличное настроение все хорошо все идеально я на выходном сейчас мне нужно идти готовить целый ничего не готовила вообще что я обленилась лень вот думаю как обычно у нас срач не знаю я планирую помыть полы но не знаю насколько это у меня получится я очень надеюсь что получится вот что еще хотела сказать тема тема меня очень расстроил сынок мой представляете отпустила его будет погулять а он связался с моим племянником зданий это другой племянник не тот что моего брата это сестры короче сын а он такой знаете оторви и брось растет вообще и знаете что они начудили они к соседям в окна ну вот не в частные дома по улице если там проехать еще дальше там есть трехэтажные дома жилые и там как квартиры и они вот на первые этажи в две квартиры в одной квартире живет моя тетя галя в общем они туда накидали грязный снег снежки в общем но это пипец и в соседнюю квартиру тоже накидали и я вообще у меня нет слов я очень рассержена я приняла такое решение что я лишаю темы телефона у него 3 апреля день рождения и я я просто не буду его покупать он у меня давно просит телефон на день рождения ну или вообще просто до телефон для игр там что память была хорошая и все вот он заслужил что он не получит этого потому что ну это просто что это не нормально я не знаю как его наказывать сейчас придет у меня ваня он пошел машину ставить мы сегодня с ним ездили в город вот и будет он с ним еще разговаривать а еще знаете я вам не показывала давненько нам выдали с алиночка вот такой сертификат я делала поделку в детский сад веночек новогодний и вот такой сертификатик нам дали вот такое типа спасибо давненько как-то знаете не после нового года дали а где-то даже в марте в начале марта не знаю да также смотрите на 8 марта доча делала такую поделочку для мамы так приятно тоже это все сохраню эти алина в я все как бы храню такое сынок делал тоже папочка у меня есть там с файликами и я вот это все сохраняю вот эти вот тоже все сертификаты кстати сыном ну когда сын у меня ходил я очень много делала поделок в садик и вот таких вот всяких разных сертификатов дипломчиков у нас очень предостаточно ну и конечно же было 23 февраля сначала алина сделала для папы вот такое вот воспитательница сказала что лина клеила все сама но вообще дети старались все клеить сами то есть вот такая еще открыточка и смотрите мой школьник мой сынок сделал вот такую вот руку это все видите такое типа объемистая объемная такой цветочек ромашка вот приклеил к тоже поделочка классная мамина 8 марта тоже все сохранять буду хранить думаю это все памятное от моих деток в общем для меня это все очень ценно вот так Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok